Экономика и ничего больше. Закон о единой системе страхования жилья вступил в силу. При наступлении страхового случая в результате чрезвычайной ситуации убытки гражданам будут возмещать страховые компании и региональный бюджет. Как следует из постановления правительства, госорганы будут запрашивать необходимую информацию у Всероссийского союза страховщиков. Минфин будет передавать данные о размере федеральной поддержки регионам на возмещение ущерба для жилья в связи с ЧАЭС. Если спасатели о самом факте чрезвычайной ситуации, МВД и Росреестр передадут сведения о гражданах и их жилье от Центробанк о страховщиках. Такая вот система. Параллельно запускам единой системы региональные власти получают право вводить собственные программы страхования жилья чрезвычайных ситуаций. Общий котел будет создан во всех регионах, а как должны придумать сами регионы. Надеваете виртуальные очки, заходите на сайт и выбираете квартиру, рассматривая каждый ее угол и возможный дизайн. Также можно посмотреть место расположения на карте города, детские площадки, оценить удаленность от остановок общественного транспорта и социальных объектов. Такую возможность предоставляет своим заемщикам на Дальнем Востоке Банк ВТБ. Благодаря VR-ипотеке таким образом можно выбрать и приобрести недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Сейчас предоставлены порядка 100 объектов от аккредитованных застройщиков банка. После выбора объекта недвижимости сделку можно провести, не выезжая для оформления документов в город покупки. Пилотный проект продлится в банке до конца сентября и первая территория, где он запущен – это Якутия. Именно там замечен значительный спрос на недвижимость в других регионах. 5 млн 631 тысяч человек перевезла Дальневосточная железная дорога с начала года. В пригородном сообщении пассажиров отправлено в два раза больше, чем в поездах дальнего следования. По сравнению с прошлым годом показатели несколько снизились, в основном за счет дальних поездок. Что же касается грузов, то за 7 месяцев погрузка превысила 27 млн тонн. Что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Следим за новостями экономики.